Основными нашими задачами является не столько наказать, а наша миссия это максимально предупредить, здесь у нас вторая рука ЕИС, максимально разъяснить нормы законодательства или практику и, соответственно, упростить. Все, что мы выносим из контроля, мы стараемся внедрить и исправить в рамках единой информационной системы и, естественно, имеем ряд предложений по изменению законодательства. Можно я хочу вот второй слайд сразу? Будьте добры. Спасибо. Вот цифры, это контроль наш за прошлый год, те проверки, которые мы провели по части 8. Если посмотрим на эти цифры, то видим, что объем нарушений небольшой, но весь он в своей основе сконцентрирован в основном в проблематике, связанной с ценообразованием. То есть в определении НМЦК. И основная проблема это либо у нас вообще НМЦК не обоснована, либо она завышена. Почему такой большой объем именно проблематики, связанной с НМЦК? Мы в прошлом году изменили полностью подходы к контролю, нашу всю телеметрию контрольную и стали ориентироваться на только такие важные вещи. Если в предыдущие годы казначейства и перед казначейством Росфинадзор мы проверяли сплошные проверки были, сейчас мы ориентируемся только на какие-то рисковые точечные вещи. Это ЕД-поставщики в основном, это, естественно, закупки с наиболее высокой ценой, закупки рисковые с авансом, многоэтапные. И, естественно, нас интересуют отрасли, где наиболее сложное или не очень прозрачное ценообразование. Стройка, IT-сфера, в прошлом году лекарства были. Что мы видим по результатам того, что мы в прошлые годы проводили? У нас есть действительно существенные, серьезные, так скажем, недостатки в законодательстве. Первое – это вообще обоснование НМЦК у нас стало формальным. Как и добросовестные заказчики, и недобросовестные заказчики, говорят о том, что они соблюли требования 22-й статьи, два коммерческих предложения есть и достаточно. Отражают ли эти коммерческие предложения реальную цену товару, рыночную, не отражают. Это уже второй, скажем, вопрос. И вот он, скажем, наиболее чувствительный. Цен на самом деле нет. Добросовестные заказчики говорят, а где нам их взять? Недобросовестные говорят, мы все соблюли. И, в общем-то, те поставщики потенциальные, которые коммерческие предложения предоставляют, не несут ответственности за то, какую ценник они предлагают. Соответственно, в общем-то, по большому счету, надо сказать, что реальную рыночную цену товара при формировании НМЦК у нас сейчас не может сформировать никто. Ни заказчик, ни, в общем-то, никто ее не знает. У нас не применяются, как правило, данные агрегаторов и бирж, не применяются данные из госконтрактов, то есть из реальных сделок, из договоров. У нас такой практики в принципе не существует. Все обходятся, скажем, простым путем. И, в общем-то, должна сказать, что еще недостатком является отсутствие типовых условий контрактов, которые бы позволяли сопоставлять нам и финансовые условия сделок, и описание объектов закупок. Соответственно, что мы предлагаем, что мы видим, как можно этот вопрос решить. И для заказчиков это упростит очень серьезно работу. Ну и, собственно, для нас. Мы, честно говоря, лень двигателя всего. Мы тоже не хотим бегать по всей стране с проверками, а очень хотим видеть все в ЕИС максимально автоматизировано. Ну, первая проблематика связана с отсутствием как таковых правил. Мы видим, и мы предлагаем это в рамках поправок сделать. Это все-таки утвердить обязательное для применения правило обоснования НМЦК. Практика сформировалась уже достаточно для того, чтобы пересмотреть существующие сейчас рекомендательные нормы, сформировать их как обязательные. Второе важное направление – это все-таки внедрить отраслевые особенности определения НМЦК. НМЦК и ценообразование в стройке – это не то же самое, что ценообразование в ИТ. И право такое сейчас есть, такие отраслевые особенности устанавливать. Надо сказать, этим правом не очень пользуются. Сейчас единственный работающий инструмент – это ценообразование лекарства. Как бы он сложно ни шел, есть проблемы, но, тем не менее, это правильный путь, который позволяет нам, в общем-то, всю деятельность заказчика, все вопросы ценообразования, видеть в ИИС и таким образом автоматизировано и предконтролировать. Не бегать с проверками и не отрывать заказчика от работы. Еще одна важная вещь – это все-таки установить предельные цены. Предельные цены не в том виде, в котором они сейчас есть, в сфере нормирования. То есть каждый заказчик сам себе устанавливает и сам себе их применяет. Это единый перечень. И в отдельных случаях было бы, наверное, правильно говорить о предельных ценах внутри, в структуре НМЦК. Например, для случаев, связанных с ЕД-поставщиком, когда там действительно нет конкуренции. Ну и самое важное – это также отказаться от тех избыточных требований к форме обоснования НМЦК. Сейчас она есть, это и неотъемленное приложение к плану закупок, к плану графику закупок. В общем-то, формальность. На самом деле, заказчики вынуждены для подтверждения расчетов вот такие огромные талмуды многотомные собирать, нам их хранить. Некоторые не очень их хранят, нам на проверки передают. Конечно, от этого надо отказываться, тем более все возможности автоматизации есть. Соответственно, что мы предлагаем с точки зрения автоматизации? Конечно, максимально агрегировать все имеющиеся цены и формировать вот такую референтную цену прямо в ЕИС. Это возможно будет сделать. Можно брать эти цены из бирж и агрегаторов, можно брать эти цены из субдоговоров, из контрактов и договоров, тогда, когда у нас будут электронные контракты полноценные и полноценные электронные актирования. Второе – это запрос тех самых пресловутых коммерческих предложений только через ЕИС, для того, чтобы мы видели весь аудиторский след в информационной системе. И больше же нам не нужно запрашивать документы, заказчику не нужно непонятно у кого спрашивать. В общем-то, это все автоматизируемо. Это мы предлагаем сделать в следующем году. И, ну, там, скажем, вершиной всех вот этих задач, всей этой работы должно стать все-таки до заполнения к тру. К тру – это, в общем-то, наверное, единственный источник для сравнения описаний. Описаний объектов закупки и для сравнения цен на них, для сравнения финансовых и коммерческих условий. В общем-то, в этом направлении мы предлагаем двигаться. Часть предложений уже внесли, поправки, и часть автоматизации уже также планируем делать в следующем году. И в этом году. Поэтому предполагаем, что постепенно у нас, вот наш контроль, по крайней мере, может уходить в такое, там, скажем, дальше от заказчика и становиться более там незаметным. В основном мы будем концентрироваться на предконтроле, так как мы это сейчас делаем в лекарстве. Продолжение следует...